Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в F1 2020 режим Моя Команда. И сегодня мы... Мы сегодня уже поедем. Мы выведем эту славную машинку на трассу. Но предварительно все равно нужно поделать некоторые вещи. Да, вот так вот она выглядит. Ее сейчас моют. Скоро у нас будет презентация. Сейчас у нас 25 февраля и, друзья, значится, что нам надо делать? Там челик Монсу ездит. Нормально. Короче, есть у нас вот такой календарь и можно всякую активность на это все дело раскидывать. И на самом деле тут много чего интересного. Мы можем взять две каких-нибудь хреновины по 5 дней или одну на 7. По-другому никак. Есть вариант подзаработать денег и есть, не знаю, репутацию. Рекламная кампания перед началом сезона тоже опять-таки потратит денег, но подзаработать каких-то командных очков тоже, видимо, репутация команды. Можно поучаствовать в тренировочных сборах и, соответственно, нашего второго пилота прокачать немножко. Он заработает для нас ресурсов. И можно, например, прокачать какой-нибудь отдел, то ли силовую установку износоучстойчивость, то ли аэродинамику из шасси. И, разумеется, кстати, когда мы прокачиваем настроение того или иного отдела, второй отдел обижается на это, что выбрали не их и у них настроение падается. Можно нажать на кнопочку «Автоматическое заполнение активности» и он нам предложит прокачивать силовую установку. А потом в календаре он и дальше еще. Ага. Так, слушайте, мне это нравится. В принципе, нормально прокачать немножко Хонду. Точнее, это отдел, не сама Хонда прокачивается, а отдел, который у нас занимается этим. И износоустойчивостью. Нормально. Мне нравится. Ладно, такое пойдет. С этим мы разобрались. Также, друзья, у нас здесь есть вариант прокачки всякой. И на данный момент это стоит не так много денег и ресурсов. Но я, честно говоря, даже не знаю пока, что нам надо, что у нас. У нас совсем плохо, в принципе, в машине. Но хрен его знает. Древо исследований. Можно, в принципе, начать прокачивать аэродинамику, потому что по аэродинамике мы на дне. Хотя, немножко лучше, чем у Вильямса. У нас есть 1000 ресурсов на старте. Можно по 50, точнее по 500 влепить. Да, можно влепить, в принципе, все в аэродинамику. Или можно что-нибудь одно в аэродинамику, а одно в шасси. Можно, в принципе, так и сделать. Давайте так и сделаем. Сразу же влепим. И, может быть, когда-нибудь нам приедут новые обновления. Центральное днище. Вот мы возьмем его. Есть, конечно же, вероятность неудачи. И причем она довольно-таки большая. И готова она будет между Гран-при Австралии и между Гран-при Бахрейна. В общем, довольно быстро сделается. Если сделается. В общем-то, об этом мы узнаем, видимо, уже в следующем ролике, который будет после гонки. Ну и давайте тогда аэродинамику тоже всунем что-нибудь. Заднее антикрыло и переднее антикрыло. Давайте заднее, ладно. Оно типа лучше качает, хотя переднее, не знаю. А, но все равно будем делать и то, и то. Давайте, не знаю. Давайте переднее, хорошо. Ладно, уговорили. Тоже 500 ресурсов мы туда бахнули. И исследования у нас какие-то пошли. Ожидается после первой гонки. После первой гонки уже будет у нас довольно скоро на прямой трансляции. Так что приходите. Заранее, в общем-то, я везде об этом сообщу. Неплохо было бы и отделы попрокачивать, но, видимо, не сегодня. У нас недостаточно средств. У нас на все недостаточно средств. Кошмар какой. 2,5 миллиона долларов на одну прокачку. 2 миллиона долларов. В общем-то, нам это пока что не по карману, и денег у нас не так много. Соответственно, погнали тогда перейти дальше. У нас впереди демонстрация болида, и мне кажется, это будет очень интересно. Расходы в неделю, доходы в неделю. Да, все плохо. В общем-то, ладно. Хотя денег мы позаработали, у нас теперь 1,98 миллиона. И 620 ресурсов появилось. Ресурсы у нас просто так тоже будут появляться между этим всем делом. Можно еще какое-нибудь исследование заказать, почему бы и нет. Вот, например, шасси 525 ресурсов стоит вот это усиление. А, предел возможностей. Значит, износа устойчивость. Надо что-нибудь. Или подвижки. Давайте подвижки. Вероятность неудачи не такая большая, потому что Хонда. От них это сильно будет зависеть. Я не знаю почему, но у нас сейчас, на данный момент, двигатель лучше, чем у Рэдбула и Тора Росса. То есть Альфа Таури. Хотя у обоих нас, точнее у всех троих, Хонда. Ну, ничего страшного. В общем-то, давайте заказываем тогда и вот эту вот хреновину. Она будет уже после Бахрейна перед Гран-при Вьетнама. Долго. На Гран-при Вьетнама, в принципе, там нужен будет двигатель. Там трасса двигателей. В общем-то, посмотрим, что у нас тут прокачается, не прокачается. Очень все интересно. А мы тогда переходим к демонстрации болида. Ну что, вполне нормально. Мне понравилось. Пойдет. В общем-то, мы тогда можем смело переходить дальше. У нас начинается там рекламная кампания. Вроде как, должны будем заработать каких-то денег, ресурсов. Да, что-то заработали. Назначение шин на уикенд. В общем-то, у меня привычка оставлять все по стандарту. Я думаю, что у меня план прохождения тренировок будет такой же, как и был у меня в предыдущих всех формулах. В общем-то, мы переходим к гоночному уикенду. И, наконец-таки, мы выпустим нашу машинку на трассу. Здорово. Итак, соответственно, у нас свободные практики. Дают нам вот такой вот кампухтер, где мы можем переходить от сессии к сессии. Соответственно, сегодня наша задача проехать практики и квалу. А гонку мы уже поедем в следующий раз. На практиках нам будет чем позаниматься, кроме как изучать трассу и машинку. Прогноз погоды нам обещает ясную погоду. Точнее, облачную, я так понимаю, судя по значкам. В общем-то, дождька не будет, и это замечательно. Сухо будет. Самое главное. Что тут еще есть? Соперничество пока что отсутствует. Вроде как после второй гонки у нас оно появится. Я точно не знаю, но вроде как после второй. Ну и все остальное у нас тоже все было видно. Тогда переходим к параметру сессии. А, можно, видите, настроечки поменять. Насчет сложности 90, ребята, что-то мне подсказывает, что нам будет очень больно. Потому что вчера мы покатались с товарищем на Red Bull Ring'е с ботами вместе. И Red Bull Ring, в принципе, трасса не такая сложная. И мы смогли этих всех ботов там попередить, пообгонять на стандартных настройках. Там, где болиды одинаковые по конфигурациям были. На Монсе я также на Red Bull'е смог с последнего места доехать до первого. Правда, в отличие от прошлых частей формулы, мне на это потребовалось намного больше кругов. Так что здесь, видимо, боты намного сложнее. Может не намного, а может просто я не вкатился, но, в общем-то, сложнее. Но настройки мы оставляем именно такие. Знаете, я на самом деле хотел еще настройки, знаете, настройки звука, чтобы субтитры вернуть. Потому что я все время вам забыл. Да, я все время вам забыл. Вот это я сказанул. По-моему, это в настройках звука. Да, язык субтитров русский. Если вам это интересно. Сигнал повышения передачи можно какой-то поставить. Мне кажется, это не надо. Выключить звук по умолчанию сетевой игрой мы включим. На всякий случай, кстати. Включение микрофона в сетевой игре можно выключить. Субтитры, на самом деле, мне, например, они нахрен... Ну ладно. Вам они нужны, я их оставлю. Вроде как все остальное примерно я понастраивал. Телеметрию вот эту вот все мы выключим, кстати. Она нам нахрен не надо. Я этим ничем не пользуюсь. Вот это нам потом понадобится. Ладно, давайте. Свободные заезды, друзья. Первый раз выпускаем нашу машинку на трассу. Я думаю, это будет довольно-таки интересно. Да, вот оно стартует. Мельбурн. Микрофончик, друзья. У меня обновился компухтер. Теперь все выкручено нахрен на максимум. И теперь вся картиночка будет красивенькой. В общем-то, Мельбурн, Максимка, наш соперник. Не очень люблю его. Но такое бывает, да. Не знаю, зачем я это сказал. Заткнись, пожалуйста, Джефф. Я тебя понимаю. Спасибо тебе. Но, пожалуйста, не надо мне сейчас мозг наносить. Соответственно, у нас тут есть тренировочные программы. За них мы будем набирать ресурсы. И, кстати, наш второй пилот, Джалези, он тоже будет зарабатывать для нас ресурсы, если будут проходить эти самые программы. Соответственно, здесь есть шесть программ на три тренировки. В общем-то, нормально. Освоение трассы. Соответственно, там надо... Ладно, я все равно вам все покажу. Единственное, вот стратегия гонки. Я пофиг на выполнение этой программы. И ее я советую всем проезжать по три раза на трех разных комплектах. Потому что вот эта штука, она собирает всю информацию о вас. И потом какими-то сверхвычислительными машинами высчитывает вам стратегию на гонку. В общем-то, это очень полезно, так мне кажется. Здесь у нас тайминги. Здесь можно за кем-нибудь понаблюдать, как кто-нибудь катается. Кнопка 4, чтобы я знал, что такое кнопка 4. Она не работает. Я ее нажимаю, а она ничего не работает. Камера стандартная. В общем-то, форточник выехал на трассу. О, сработала другая камера. В общем-то, можно следить за всеми ребятками на трассе. Можно даже с онборда за ними следить, если это очень надо. И на медиуме мы просто выезжаем на трассу. А, настройки аж машинки, я же про это совсем забыл. Вот оно, что у нас есть. Я, друзья, пользуюсь настройками из мастерской стима. Потому что я сам не умею это настраивать, а дефолтные мне не нравятся. Там тоже, как бы, знаете, стимовские раз на раз не приходится. Бывает всякая хрень, а бывает нормальные настройки. Жек, заткнись, твой трудёжь меня уже достал. Спасибо. Так вот, настройки. Настройки я периодически, ну, в общем-то, я их попробовал несколько. Выбрал те, которые мне нравятся, на которых у меня получается ехать. Хотя сейчас один хрен, другая машина. Настройки могут не сработать, но, в общем-то, будет так, как будет. Теоретически, они должны быть лучше, чем дефолт. В общем-то, всё мы поставили. Мы просто выезжаем на трассу. Просто проехать, проехать круг, посмотреть, как машина себя ведёт. Пожалуйста, дефолт, жаркнись, ты слишком много разговариваешь. Я понимаю, что это начало игры, ты лучше не ездить. Но если я пилот Формулы-1, значит, наверное, я уже умею ездить. Значит, я, наверное, Формулу-2 прошёл, или ещё что-нибудь. Машинка у нас оранжевая, она, кстати, красивенькая. Мне нравится. Но управляется она, честно говоря, хреново, наверное. В Денис, по крайней мере, вот хреново управляется. Ох, ты ж ёжик. Сразу же дрифт прошёл. Пожалуйста, дефолт, заткнись в моих рот. Мы монетируем каркасу и температуру. И вы получите лучшие выступления, когда они both в порядке. Пожалуйста, заткнись. Я тебя не слушаю. Я тебя не слушаю. Лап, лап, лап. Я тебя не слушаю. Я уже заложил. Ты видишь, что мне мешаешь ехать. Чуть машину в стену не разбил. Выблюдок. Спасибо. Давайте попробуем один круг быстро поставить. Я не знаю, что из этого, честно говоря, выйдет. Но попробовать стоит определённо. И да, скорее всего, это всё дело будет немножечко на молчаночке. Потому что разговаривать... Разговаривать во время езды, знаете ли, такое... Не самое разумное дело. И выход не удался. Что-то жопу сносит эту машину, так сказать. Говорит, было такого не было. Ладно. В общем-то, на этом мы возвращаемся в боксы. Я думаю, что даже не стоит туда заезжать. И погнали тогда выполнять программы. В сегодняшнем ролике я вам покажу, что за программы, что это надо было делать. И, разумеется, на остальных трассах я вам этого всего заказывать не буду. Потому что это неинтересно, наверное. Итак, первое. Освоение трассы. Соответственно, служит для того, чтобы помочь вам изучить схему трассы. Оптимальную траекторию. Участки торможения. Трасс потребуется попадать в ворот. Трассы, расположенные на каждом повороте трассы в серии успешно пройденных ворот, принесут вам дополнительные очки. Скажу честно, на руле никогда в жизни не выполняла эту программу. В патте, когда-то давно еще в прошлых формулах это все выполнялось. Жесткие шины ставим. Единственное, знаете, по настройкам надо залезть и залить немножко больше топляка. Запас топлива давайте килограмм двадцать зальем. И, соответственно, выезжаем с хода. Потому что, потому что да. Вы, пожалуй, запас топлива. Помните, чтобы активировать ваш ДРС в зоне ДРС. Слишком много у тебя текста, который не нужен. Ты меня сбиваешь, я из-за этого не попадаю в повороты. Так, станировочная программа пошла. Боже, как здесь надо повороты. ДРС-зона появилась. Готовься, чтобы открыть ее. Дистанция на вашем МФД. Отлично. Первые повороты чуть-чуть. Вообще, с учетом того, что у нас еще и траектория включена, это должно быть легко. Вот этот уже на зелененькую. Медленный выход. Нормально. У нас, в общем-то, тут не обязательно все их проходить, чтобы получить максимум ресурсов. Но для меня на геймпаде пройти все на фиолетовую, это было просто, просто каким-то невероятным достижением. Я сейчас настолько сосредоточен на этих воротах, что забываю передачи переключать. Разумеется, вы видите, что я не особо тороплюсь. Но вот эту связку я проехал медленно. Прямо от свала совсем. Наверное, от зеленых. Вроде все. Что нам, выполнено, считается? И это замечательно. Кстати, там можно рестарт нажать. Было бы. Да, 100 ресурсов мы за это получили. Вот у нас по траекториям мы видим все типа оптимально. А по скорости мы попадаем не везде. Ну, в частности, вот связка 11-12 поворота перед задней прямой. Если ее, конечно, можно назвать прямой. Но да ладно. И в четвертый поворот я тоже что-то по скорости не попал. Вышел из него, по-моему, медленно. Не суть важна. Дальше, в общем-то, друзья, у нас идет следующая тренировочная программа. Контроль резины. Как оно переключается? А, вот. Управление поменялось. Все сложно стало. Соответственно, честно, не знаю пока, как пойдет. Если вкратце, то нужно минимум израсходовать резину. И проехать быстро. В общем-то, мы поставим первый комплект в медиум. И вот, нормально. Круг схода. В общем-то, погнали. Джефф, заткнись. Ты меня достал за сегодня. Нормально. Все, все хорошо. Меня это радует. Отлично. Мы это сделали. И это замечательно. Это прям супер. А вот, соответственно, знаете, что мы еще будем делать? Мы еще будем делать стратегию гонки. Именно в этой же тренировке. Прям в этой самой. И поедем мы ее на харде. Просто, чтобы у наших инженеров были данные на то, как мы едем 5 кругов на жестком составе резины. Наша задача сейчас просто проехать 5 кругов. Я не сильно сейчас буду следить за темпом. Но, короче, задача проехать. Я думаю, что это вам не особо интересно. Поэтому я покажу вам только результаты. Итак, возвращаемся в гараж после симуляции гонки. И у нас тут все хорошо. На четвертом круге мне пришлось пропускать Сашу Албана на Рэдбуле. Очень сильно он меня притинговал. Я понимаю, что я в миллион раз медленнее. Поэтому, короче, пришлось его пропускать. И из-за этого я потерял время. А так, в целом, в общем-то, темп есть. И то, что мы выполняем эти тренировки, скажем так, с первого раза практически. На сложности 90. И мы в них попадаем. Это замечательно. Это значит, что сложность была выбрана правильно. Соответственно, после прохождения стратегии гонки, мы получаем справа рекомендуемую стратегию. Точнее, данные по этому комплекту. И расход топлива. И вот, как видите, топливо у меня уходит немножко больше, чем нужно. И запас топлива на гонку будет 105,28 кг. В принципе, 110 кг можно залить, поэтому не проблема. Коэффициент износа шин 0,84. Насколько я понимаю, это хорошо. Это значит, что меньше, чем нужно у нас идет износ. На этом, я думаю, первую тренировку можно закончить. И перейти ко второй тренировке. Тут еще, конечно, осталось 47 минут. Мы всего 40 минут потратили на первые три. Ну да ладно. В общем-то, мы... Ну и результаты, кстати, свободных заездов, как видим, практически никто нас... А, да, нас совсем никто не ездил. У всех медиум... Вон, кто-то на харде там поставил время. Кто это такой? Псих, фет, психопат. Вот. В общем-то, что мы видим? Мы видим, что мы впереди, чем... Вильямс по темпу. Медленнее, чем Хас. С Хасом будем бороться. Вильямс, я думаю, можем даже переквалифицировать, если очень постараемся. Джулиана Элизи выше Латифи, выше другого новичка. Но до Рассела не дотянул. Жаль. Надо перебивать. Хотя, опять-таки, это практика, это ничего не значит. В общем-то, погнали дальше. Ну что, друзья, вторые свободные заезды. Здесь нам уже доступны, ну, точнее, выбраны, в общем-то, более мягкие комплекты. И, соответственно, сегодня нам надо обязательно пройти экономию топлива и управление СРЭ. Вот с топливом будет проблема, потому что топливо экономить, я нахрен, ни хрена не умею. Ну и заодно надо будет обязательно... Джефф, твою мать, заткнись, пожалуйста. И, разумеется, надо будет проехать на медиуме стратегию гонки. Посмотреть, как он будет себя вести. То есть, такую же запись сделать, в общем-то, да. Поэтому, народ, давайте приступать. Начнем с экономии топлива. Тоже рекомендуется, кстати, на медиуме проходить. Ну и ладно, поехали на медиуме. Я думаю, ничего страшного. Круг схода и погнали. Ну что, третья попытка вроде как удачная. Нормально. Тяжело. Тяжело это делать. И не знаю, смысла в этом нет никакого. Разве что ресурсы зарабатывать. Но ресурсы нам нужны, поэтому мы их зарабатываем. Поэтому приходится заниматься вот такой вот дичью. А вот управление СРЭ... Я буду назвать ее ЕРЭС. Ребята, вы уж извините, но... СРЭ! Это вообще как-то не то. Короче, пробуем выполнить и ее. У нас есть еще мягкий комплект, кстати. Давайте ее на мягком комплекте попробуем. Не знаю почему. Заодно посмотрим, на что способна машина на мягком комплекте. Погнали. Все нормалды. Получилось. Вроде как. Да. Отлично. Я рад. Благо в следующий раз я это все буду делать на полной молчанке. Хотя и сейчас я особо так не это самое. Не разговариваю. Ну да ладно. И в общем-то наша задача еще раз. Проехать стратегию на гонку. На медиуме. Потому что в третьей практике будем ездить уже только на софте. В третьей практике надо будет проехать квалификационный темп и стратегию на софте. На двух разных комплектах поедем. А сейчас погнали на медиуме. У нас один комплект на 30 кругов. В общем-то 5 кругов на молчаночке. Я сейчас прокачусь и вам покажу лишь результаты. Ха. Итак, в общем-то у нас программа выполнена. Это замечательно. И сейчас я вам покажу результаты. В общем-то опять-таки коэффициент износа шины у нас 0.85. Это замечательно. Это прям очень хорошо. Средний расход топлива должен быть 1.8. А ожидаемый 1.83. Или наоборот. Слушайте. Тут как бы есть возможность переключать резину. И смотрите. Средний расход топлива 1.82. И соответственно запас топлива на гонку 105.28. А здесь средний расход топлива 1.80. Может быть я все-таки экономнее еду чем надо. Чем ожидается. Хрен его знает. Ладно. Не суть важна. У нас кстати еще не выполнена. Цель команды покажите лучшее время в третьем секторе не срезая углов. Гениально. Просто фиолетовый сектор надо поставить или что? Короче я не знаю на что они рассчитывают. Ставя такую цель. Третий сектор поставить. Давай о чем вообще? Не на самом деле знаете можно что сделать? Можно выехать сейчас просто на трассу. И на включенном ЕРЭСе. На обогащенке. Просто проехать третий сектор. Почему бы и нет? Слушайте это же хорошая идея. Может быть выполним. Поставим вот этот комплект. Можно даже топляка слить будет. Ой. Не то нажал. Да и с кнопками тут совсем беда. Сливаем топляк. Нам надо на один круг просто. На быстрый. Нам надо просто время поставить. Не поехали. Поставим. Почему бы и нет? Попробуем. Ну что ж ставим обогащеночку. Сейчас будем подъезжать к третьему сектору. Крубим еще ЕРЭС. В общем-то погнали. Да, в твой нефть. Единственное, надо его включать на выходе из поворота. Потому что... Плохо, плохо. Поворот пройдет. Да, в третий сектор я проехал даже хуже, чем в прошлый раз. Ну и ладно. Жадность меня погубит. Эти 10 ресурсов сраных. Заниматься херней ради них я не буду. Я думаю, в общем-то, вторые свободные заезды у нас прошли хорошо. Поэтому можно спокойненько переходить и к третьей. Если посмотреть на финальное время, то слушайте, я даже... А, ну это я... Так, где я ездил на софте? Илья на софте... Я же все на медиуме проходил, нет? Ладно, не суть важна. Мы на 3 секунды отстаем от лидеров. Это в пятницу. Это гигантский разрыв. Но мы обошли каким-то хреном Макларен, который, правда, на медиуме поехал. Обошли Гасли. И Хасов обошли. И даже наш товарищ Ализи тоже это сделал. Хорошо. Офигеть, у нас тут внезапно интервью пришло. У вас сегодня выдались напряженные свободные заезды. Тестируете новые компоненты? Да вообще-то еще нет. Давайте, я не знаю. Для нас очень важно, как можно больше времени проводить на трассе, чтобы собрать нужную статистику. Вот это вот правильный ответ, да. Мы несколько раз зацепили отбойник. Не удается удержаться на трассе. Да вроде не цеплял. Машина слишком... Блин, и разумеется, кто-нибудь... Короче, репутация какой-нибудь отдела упадет. Ладно, будем портить себе репутацию. Я, честно говоря, не помню, чтобы такое было. Но да ладно. А у нас, друзья, уже суббота. И сейчас самое время уже к квалификации готовиться. И квалификационные пристрелки нас сейчас с вами ожидают. Соответственно, единственное, я не знаю, с первого раза мне удастся пройти это дело или нет. На всякий случай мы зальем больше топлива. Потому что 5 килограмм, которые я поставил в прошлый раз, не пойдет. Нам надо хотя бы кругов на 7. Это вроде как не очень сильно скажется, но нормально. В общем-то погнали. Так, нет, не погнали. Нам надо программу квалификационный темп. А, нам дается один круг всего на это дело, да? Беда. Ладно. Ну, если что, у нас будут еще попытки. Это не проблема. Времени много. В общем-то, пробуем. Короче говоря, друзья, у меня ни хрена не получилось. Я сделал ту и кучу попыток и, в общем-то, все напрасно. На третьем секторе все теряется, нахрен, сразу. Но зато я проехал симуляцию гонки еще на красных. В общем-то, темп хороший. По сравнению с ожидаемым, он прям вообще норм. Расход топлива великоват для красных шин. Но и износ резины тоже, в принципе, вполне себе неплох. Если пощелкать по остальным, везде 084-085. Так что нормально. Проживем. Ну и цели команды третий сектор, который у меня... Судя по квалификации, по квалификационному темпу, по этой тренировочной программе. Жив, как ты меня достал? Соткнись, пожалуйста. Хватит. Хватит разговаривать. И он меня сбил, я не помню, что я хотел сказать. Да, третий сектор. Я не знаю, каким образом они хотят, чтобы я поставил лучшее время. Но, в общем-то, пошли они в жопу. Правильно. На этом мы заканчиваем свободные заезды и переходим к квалификации. Единственное, что... Посмотрим время. Каким-то чудом у меня шестое время. Мне кажется, кто-то не пытался проехать в быстрых кругах. Наша Лизи, кстати, выезжал только на желтых. У него остался комплект желтых еще на третью тренировку. И он уж очень сильно отстал. А я вот каким-то чудом шестой. Не знаю. Итоги сессии. Ресурсы. Черт, я не успел посмотреть. Но вы можете, наверное, на паузе как-то это все дело увидеть. У меня немножко поднялась, я так понимаю, репутация. Я не знаю, что такое 2%. Видимо, репутация, да. Общее увеличение репутации это команда. Репутация команды тоже поднялась. Наверное, рейтинг один у меня. Но, да не суть важно. В общем-то, у нас впереди квала. И квала уже на самом деле будет показывать расстановку сил. Все карты, что называется, будут раскрыты рано или поздно. И мы сможем посмотреть, чего мы стоим. Разумеется, мы знаем, что мы ни хрена не стоим. Поэтому мы поедем две попытки. Каждую на свежем комплекте. И вряд ли мы выйдем во второй сегмент. Если каким-то чудом удастся пройти во второй сегмент, то есть заехать в топ-16, это будет чудо. В прямом смысле слова. Заезд один. Квалификация. Первый сегмент. Австралия. Вот она, наша машинка. Какого хрена она грязная? Только расскажите мне, вы же ее мыли? Вы не могли почистить машинку или что? Сливаем, в общем-то, весь топляк. Очень неудобное управление. Непривычно ем по сравнению с прошлыми формулами. Оставляем 6 килограмм. И, в общем-то, выезжаем на первую попытку. Все, машину на сроке больше регулировать будет нельзя. В принципе, я и не собирался. В общем-то, первая попытка. Молчаночки, ребята, извините. Но погнали. По истечении первого круга я занимаю шестое место. Но, на самом деле, просто еще остальные не поставили свои круги. Пока что поставили свои круги, хотя... А, Латифи, Рассел, Магнусен, Квят. Вот быстрее Квята проехать это уже достижение. В общем-то, мы мотаем время и поедем еще на одну попытку, которая будет в конце. После того, как все проехали свои круги, меня откатило на 16-е место. Это, кстати, на грани. Слушайте, на грани с очкою, с этим самым, со вторым сегментом. Хотя, кстати, 16-е место это второй сегмент. Да, здесь это второй сегмент. Не знаю, каким чудом. Но, слушайте, мы поедем еще на одну попытку сейчас. И... А вдруг получится улучшить выбор шин. Выбираем еще другой комплект. И на трассу. Этот круг я уже, ребята, вам покажу полностью. Правда, на молчаночке. Увы. Итак-с, смотрим результат и... Я улучшил. 13-е место. Я прохожу во второй сегмент. В дебютном гран-при, мать его. Это было очень потно. Но у нас есть еще комплект резины. Лишний. Который можно использовать в втором сегменте. В первый сегмент меня прям 100% не светит. Может, я немножко мало сложности поставил. Потому что на дебютной этой самой. На дебютной. Ну, короче, на стоковой машине, на этой, на донной, пройти во второй сегмент, это не очень реалистично. Но на самом деле, круг я собрал действительно хороший. Поехали. Первый круг проедем на вот этом комплекте. На изношенном. А финальную попытку поставим уже. Заткнись, джек. Мне пофиг сейчас на стратегию. У нас сейчас квалификация. Короче, ставим время и потом идем на еще одну попытку. Итак, народ. После первой попытки я занимаю 15-е место. Я обошел Джовинаци каким-то чудом. Хотя, Джовинаци и Райканин каким-то чудом вышли в третий сегмент, на самом деле. Но, в общем-то, у нас остается три попытки. И мы выезжаем на финальную попытку заехать в десятку в очковую зону. Точнее, ну, в десятку, в третий сегмент. У меня шансов. Вряд ли вообще. Есть шансов. Вряд ли есть, да. Поэтому на молчаночке. Да, я обещал показать круг, но вот сейчас покажу. Честно. КОНЕЦ 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 Фу, друзья. Чё-то я под конец увидел Дельту. И запаниковал. Увидел, охренеть, какое улучшение. По сравнению с первой попыткой, 13-е место. В общем-то, мы будем стартовать 13-е. Квят таки проехал, кстати, в первый сегмент. В первую десятку у нас заехали два Мерседеса, два Рэдбула, две Феррари. Строл опередил Переса каким-то чудом. Норрис опередил Сайнца. И Квят обошел Гасли. А КОН вылетел. А, Денчик Рикерды. Четвертое время поставил. Неплохо. Леклер Мерседес. Фу. Леклер Ботос на желтых будет стартовать. В общем-то, как-то так. У нас, соответственно, немножко подросла репутация. Ну и общая репутация команды тоже немножко подросла. Замечательно. Вообще, друзья, стартуя с 13-го места, мне кажется, у нас есть шансы на очки. На очки в гонке. И, соответственно, мы постараемся их там заработать. И гонка, друзья, пройдет в прямом эфире на стриме. Так что приходите. Ориентировочно сейчас. Ориентировочно это будет в понедельник вечером. Ну а вообще, следите за новостями. Предварительно я об этом напишу и в Дискорде, и в группе ВКонтакте тоже все это будет. Так что подписывайтесь, вступайте. В общем-то, я думаю, гонка будет жаркой. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока.